Учебная программа Во втором классе вводится жанр рассказ. Обратимся к цели – определять жанры различных текстов. Прежде всего, учащиеся должны понять структуру жанра. Для этого можно использовать стратегию «гора истории». Ученики будут выделять начало, основные события и конец рассказа. Понимание структуры жанра поможет достичь другую цель – пересказывать истории, используя знакомые слова, соблюдая последовательность событий. Описанная мной стратегия поможет учащимся и в третьем классе различать текст повествования и текст описания, так как формирует умение связанного, последовательного рассказа. Во втором классе учащиеся будут учиться формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Можно использовать стратегию «роль на стене». Перед чтением текста учитель рисует на доске фигуру главного героя. Ученики рассказывают об этом герое. Факты, названные детьми, учитель записывает во внутреннюю часть рисунка. Затем учащиеся составляют вопросы о том, что они хотят узнать о герое. Эти вопросы учитель записывает за рисунком. После повторного чтения текста ученики вновь обращаются к рисунку и отвечают на вопросы, данные за рисунком. Потом учащиеся в парах формулируют свои вопросы по тексту и задают друг другу вопросы. Таким образом, стратегия способствует развитию аналитического мышления. Цель читать выразительно текст реализуем для того, чтобы лучше понять содержание текста. Предлагаю использовать прием «Графический органайзер» – график эмоций. По горизонтали учащиеся отметят основные события, по вертикали эмоции, которые испытывает герой. Можно воспользоваться смайликами. Данный прием формирует навыки выразительного чтения, познавательный интерес. Для достижения цели в третьем классе определять причинно-следственную связь в прослушанном тексте можно порекомендовать стратегию «Стоп-кадр». Учащиеся слушают текст и изображают в застывшем кадре персонаж или предмет, ставший причиной или следствием случившегося. Затем каждый учащийся отвечает на вопрос «Почему он изобразил этого героя?». Таким образом, дети учатся выявлять и анализировать причинно-следственные связи. Цель понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова, можно реализовать, работая с деформированным текстом. Учитель дает задание восстановить текст. Учащиеся читают и определяют начало, основную часть, концовку текста. Затем они расскажут по картинке о главном герое, объясняют значение незнакомых слов. Занимательные задания помогут учащимся решать задачи на формирование общеинтеллектуальных умений, на развитие памяти и внимания. Цель высказывать простое оценочное мнение об информации событий на основе сравнения, я думаю, я считаю, направлена на развитие умения размышлять о чем-либо, поэтому достигается в течение урока. Чтобы ученик смог высказать простое оценочное мнение, необходима предварительная работа. Для понимания прослушанного текста учащиеся соотносят имена героев с картинами, например, как зовут героев. Используя стратегию стоп-кадр, ученики на этом этапе могут называть героя и его действия. Затем они в парах делают анализ того или иного действия героя. Далее учащиеся выполняют следующее задание по обобщению добытых знаний. Такая последовательность заданий будет способствовать тому, что в конце урока каждый ученик сможет высказать оценочное мнение о герое, используя конструкции «я думаю, я считаю». Описанный нами метод развивает мыслительные умения более высокого уровня. Анализ, синтез, оценка. Уважаемые коллеги, мною были предложены приемы реализации цели обучения в рамках обновленного содержания образования. Надеюсь, они будут полезны при подготовке к уроку. Спасибо за внимание. Продолжение следует...